Уже 9 месяцев я пользуюсь игровой гарнитурой Fifine H6, и эти наушники меня вполне устраивают, за исключением маленьких амбушюр. Но тут на рынке появилась новая модель Fifine Ampligame H9, и сегодня я предлагаю посмотреть на эти наушники в этом ролике. И давайте мы с вами, как всегда, начнем с распаковки. Внутри коробки первым делом лежит, конечно же, инструкция, и далее сами, конечно же, наушники. У меня наушники в белом цвете, на самом деле, выглядят довольно-таки стильно и красиво. Хочется сразу потрогать амбушюры и сравнить их с H6, но пока что по ощущениям они кажутся мягче и больше, но я их еще не надевала, поэтому далее мы с вами посмотрим. Ну и, кстати, довольно-таки мягкий ободок, и я вижу, что строчка сделана очень, очень даже аккуратно. Далее в небольшой черной коробке лежит провод для подключения наушников, и лежит вот такой вот совсем небольшой микрофон, мы с вами тоже будем его тестировать. Отдельно давайте посмотрим на панель управления наушниками. Тут мы можем регулировать громкость наушников, регулировать чувствительность микрофона, включить режим объемного звучания. Также присутствует кнопка выключения микрофона, и на обратной стороне пульта у нас есть крепеж, чтобы удобно закрепить данную панель на одежде. Теперь немного технической части. Тип гарнитуры многоканальный, с возможностью включить режим звучания 7.1. Минимальная частота 20 Гц, максимальная 20 000 Гц. Диаметр динамика 50 мм. Наушники совместимы как с ПК, так и с игровыми консолями и телефонами. Если сравнивать эти амбушюры с амбушюрами у Fifine H6, то у меня возникает ощущение, что они и правда мягче и удобнее. То есть мне в них комфортнее, чем в своих привычных моих обычных наушниках. Но, конечно же, нужно несколько часов отсидеть, чтобы понять, действительно они удобнее или нет. Но вот первый взгляд дает мне понять, что они все-таки мягче и реально больше. Это видно даже своими глазами. И вот для сравнения я показываю свои обычные наушники и, да, все-таки амбушюры у H9 действительно больше. Теперь мы с вами перейдем к тесту наушников. Музыка для теста наушников. Проверь свои наушники на высококачественность. Тест наушников. Громкость на 50. Проверка на 3D. Если вы слышите нормально, продолжим. Ну, какие-то шебрушания. Вот слева шебрушания слышу в одном ухе. О, спичку зажгли у меня в левом ухе только что. Так, 50. В правом ухе у меня спичками трясут. О, в голове внутри спичками трясут. И снова в левом ухе. Нормально. То есть, если это получается тест 3D, если это правильно называется, то прямо с одного уха в другое. Бас будет сейчас. Ну, кстати, басы вполне плавно переходят с правого на левый наушник. Это чувствуется. Бас все-таки довольно равномерный, но не такой глубокий, как мне бы хотелось, по моему субъективному мнению и желанию. Но бас, он есть. Басы слышные. Они такие перетекающие есть. В общем, что еще хочется сказать по поводу данных наушников, это то, что в целом, если вы хотите в них в основном слушать музыку, то при прослушивании музыки кайфануть вы сможете. Потому что звучание хорошее, шумов никаких нет. И в целом музыка в них звучит очень мягко, приятно и классно. Но вот, как я сказала уже ранее, глубины какой-то вот этой вот мне не хватило. Но в целом наушники за свою цену, они хорошие. Именно по звучанию. Далее, что касается использования данных наушников в играх, я бы сказала, да, их можно использовать и для игр в том числе. Потому что в целом диапазон довольно большой. Многие звуки вы, почти все, да, вы будете слышать. Если говорить про КС, например, где очень важны всякие вот эти звуки, мелкие шорохи ваших противников, то слышать вы их, конечно, будете. И для подобных целей эти наушники, конечно же, подойдут. Ну и для других игр тоже. Теперь давайте я подключу микрофон. И мы послушаем, как я буду звучать с микрофона от этих наушников. Сейчас, как вы видите, мой основной микрофон выключен. И вы слышите меня с микрофона от наушников Fifine H9. Ну и пока я с вами разговариваю, вы можете оценивать качество звука. Я тоже уже послушала. В целом для наушников звучит неплохо. Какие-то небольшие посторонние шумы, конечно, есть. Но все-таки нормально, нормально. Все равно звук хороший. И сейчас вы слышите меня без шумоподавления. Давайте я его включу и посмотрим, как теперь я буду звучать. Вот теперь работает шумоподавление. Можете, пока я разговариваю, опять же, оценить работу шумоподавления. В целом этот фильтр у меня есть в АБС. Но если вы, например, собираетесь использовать эти наушники с микрофоном, например, в Дискорде, то в Дискорде там вот этот шумодав, он вообще автоматически как бы всегда включен. Поэтому в Дискорде вы всегда будете слышаться людям вот так вот, как сейчас. Поэтому нравится вам или нет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Меня в целом звук устраивает. Данные наушники для своей ценовой категории, а стоят они, кстати, 3000 рублей, я считаю хорошими, потому что за такую цену вы получаете хороший звук музыки, либо хороший звук в играх, и также нормальное звучание микрофона. И они красивые и мягкие. Серьезно, я их возьму себе как основные наушники вместо Fifine 6, потому что вот у моих старых там с амбишурами реально были проблемы, потому что за долгое время сидения за компьютером, пока долго я веду стримы, у меня очень сильно устают уши и начинают болеть мочки уха. Я думаю, с этими наушниками такой проблемы возникнуть не должно, потому что объективно они больше, мягче, но все-таки не знаю, как они себя покажут, поэтому задавайте мне вопросы на стримах, удобно ли мне в них сидеть, спустя часа три стрима, например. Далее, что касается режима 7.1, когда у вас выключен этот режим, то чувство такое, будто весь звук, который вы слышите, вы слышите где-то рядом с собой. Когда же этот режим включен, то появляется ощущение, как будто бы звук и правда становится более такой объемный, глубокий и пространственный, потому что это и называется пространственный режим. Можете использовать, но лично я по желанию, меня устраивает и такой, и такой вариант звучания. Ваше мнение по поводу данных наушников я буду ждать в комментариях. Поставьте свою оценку, напишите свой комментарий, что вы вообще в целом о них думаете. Я обязательно почитаю и отвечу. Так что не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на мой канал, если вы еще почему-то на меня не подписаны. Ну а мы с вами встретимся в следующих роликах и на стримах. Всех поясцелую, обнимаю и всем пока!